Теремок ТВ Большой-большой секрет Внутри нее вакуум Вакуум? А это что? Ничего Не хочешь объяснять? И не надо Вакуум, это и есть ничего Пустота Тут даже воздуха и то нет Ну тут же камень и перо Это для экспериментов Вот скажите, если трубку перевернуть, что упадет первым? Ну, камень, конечно А вот и нет В вакууме камень упадет одновременно с пером Сбросьте с высоты перо и камень Как думаете, что быстрее долетит до земли? Конечно, камень Потому что он плотный и тяжелый А перо широкое и легкое Воздух тормозит его падение Но в вакууме все окажется иначе В нем нет воздуха, который мешал бы предметам падать А значит, все вещи там приземлятся одновременно Этот закон открыл Галилео Галилей еще в шестнадцатом веке Да когда этот Галилей жил? Устарел ваш закон Перевернем трубку и проверим Раз, два, три, взяли Ладно, я за профессором Ну-ка, Нолик, помоги Сейчас мы ее Вот с тобой, давай, давай Бери перо Раз, два, три Что я говорил? Камень упал первым Надо еще попробовать Нолик, Эврика Я только что открыл новый закон Какой? Фиксики в вакууме Всегда приземляются первые Закон Фаиронолика А давай еще разок прыгнем Ой, а как выбраться-то? Спокойствие Смотри и учись Фаир Есть ли тут вакуум? Чем же мы дышим? Не знаю Задержи дыхание Алло Что? Ужас Бегу, бегу, бегу Ну вот и все Мы чуть не задохнулись А? Где? В вакууме Зато открыли закон фаера Нолика Кого? Нос Фиксики в вакууме Всегда приземляются первыми Ну что вы, коллеги Вакуума здесь нет То есть как? Нет А вот так Вы же сняли крышку и впустили в воздух С латинского языка Вакуум переводится как Пустота В космосе он повсюду Между звездами и планетами Огромное расстояние И там ничего нет На земле люди тоже научились создавать вакуум Например, соединили две бутылки А между ними оставили пустоту Вот он и термос, который сохраняет чай горячим На фабриках используют вакуумную упаковку Чтобы продукты дольше оставались свежими Такой прибор есть и для дома Откачиваем воздух из пакета И в холодильник Еще в вакуумных пешках удобно хранить вещи Вместо одной куртки в шкаф влезет три Видите? И пустота бывает полезной Вот что и требовалось доказать Перо, камень и вы, коллеги, приземлились одновременно Работает закон Галилея А как же закон Фаера-Нолика? Ха-ха-ха! Зато теперь вы знаете, что законы не берутся из воздуха Гитара Я в магазин, а вы помойте пол и вытрите пыль, хорошо? И кто что делает? Давай жребий, по-нашему Давай, чер победителю пыль Камень, ножницы, бумага, раз, два, три! Начну с кабинета Так не честно Ты же проиграл, мы видели Сам знаю Слышали, это что, гитара? Ага, вот как папа убирается Симка, ты куда? Она у нас фанатка Смотри, что нашел Я и забыл про мою гитару Споем? А пыль? Не пропадет Ты села на мои очки Ты села на мои очки Ты села на мои очки Села на мои очки Я плохо вижу тапочки Да, попели, а новой страны у меня нет Пошли убираться Дим Димыч, сделай так, чтобы папа из комнаты ушел Я все починю Правда? Ладно Ох уж эти фанатки Пап, а чего я опять пол мою? Давай еще раз в камень-ножницы Ну, хорошо Раз, два, три Ладно, держи Гитару можно везде брать с собой В гости, на дачу, в поход Чтобы ночью петь песню костра Кстати, вы знали, что ее еще называют щипковым инструментом? Ведь струны щиплют пальцами От прикосновения струна мелко-мелко колеблется И издает красивый звук Чем она тоньше, тем звук выше И наоборот Чтобы сыграть мелодию Нужно зажать струны на грихи Длинной деревянной дощечки У гитары много родственников У курили, банджа, домбра, лютня Даже балалайка Всех не сосчитать А мне больше всего нравится Мощная электрогитара Ее подключают колонкам Чтобы было слышно на весь стадион Класс! Ого! Как ты починил? Струну у запасной нашел Тогда продолжим? Купил я новые очки 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 И снова вижу тапочки Снова вижу много-много всего Дальше носа своего-своего Но только будь же мне совсем Не любоваться этим всем Пока я покупал очки Пока я покупал очки Ты съела все конфеточки Мама? А мы тут песни поем? Я вижу Нравится? Очень Особенно, когда вокруг все чисто Дорогая Мы как раз собирались Вот и хорошо А я вам сыграю И убираться будет веселей Турникет Как-с Замечательно А как вы все в буси дотащите? О, точно Надо грузчиков вызвать Ты гений Это мне? Кто здесь? Что это за мальчик? Я Славик Мой дедушка Сторож в музее Он меня за винтиками прислал А, винтики Конечно Шустрый И на тебя чем-то похож Чего это? Совсем не похож Не хватает все без спроса Вот, держи А как ты через турникет прошел? Я не просто Славик Я Супер Славик Могу просочиться Куда угодно А он смешной Этот Супер Славик Чего смешного? Под турникетом ползать Входы в здание Или на станции Охраняет автоматический сторож Турникет Он определяет Кого можно пропустить А кого нельзя Чтобы пройти Прикладывают карточку Устройство считывает Записанный на нее код Если все в порядке Электромотору посылается сигнал И турникет открывается Добро пожаловать А вот обмануть турникет Пролезть или перепрыгнуть Лучше даже не пытаться Вот и не надо никуда просачиваться Дедушке большой привет А винтики? Ах да И винтики Вот Держи Супер Славик Все доставит Наконец-то Супер Славик Так На чем мы остановились? Ой А где же карточка? Эээ Ладно Просачусь Коллеги Кажется застрял Нужен другой план Может турникет отключить? Да Да Конечно Да Вы что застряли? Опять этот вернулся? Нет Я просто Отдыхаю А А я вашу карточку в рюкзаке нашел О Приложи-ка ее к окошечку Супер Славик Все исправит Не работает что ли? Хе Исправил Еба Уже что-нибудь придумал Придумал Подержите бублик Я вас маслом смажу И вы проскользнете Не надо меня Маслом смазывать Капельку Не бойтесь Хе 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 Только нового помощника еще не хватало А мне нравится Хе 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 Кто ответит Работает Почему горит лампочка Хочешь тоже Игрек Почему горит лампочка Топ бежит по проводам И раскаляет спираль лампочки Совпадение! А мне можно? Давай, на всех хватит! Повторяй домашку! Долик, да что с тобой сегодня? Третий раз спрашиваю, что не пропускает электричество? Сейчас, сейчас! Ха-ха-ха! Ждет, когда ему талисман подскажет! А-а-а! Вот оно что! И как? Никак! Всем помог, а мне? Хе-хе! Он тебе как раз подсказывает! Из чего он сделал? Из ластика! А ластика с чего? У нас урок не резиновый! Резина? Стирательную резинку или ластик делают из резины! А резину из каучука, смолы деревьев, растущих в жарких странах! Сейчас, правда, чаще на фабриках делают искусственную резину! Ее перемешивают красителями с серой, которая помогает каучуку затвердеть! А потом нагревают! Остывшую пластинку режут на кусочки и получаются ластики! Кстати, первые ластики вообще были не резиновые, а из хлеба! Резина не пропускает электричество? Ну, конечно! Докажешь! Работает! То есть не работает! Молодец, Нолик! Ну как, помог талисман? Помог! Да ладно! Я же пошутил! Это простой ластик! Не простой! Я с ним пятерку получил! Хм? Ну, лучше я сам буду уроки учить! Точно! А то, может, у Дим Димыча еще какой-нибудь талисман завалялся! Хе-хе-хе! Поединок Что делать, если вдруг сломался вентилятор? Фик-фик тут как тут! А вот и помогатор! Вот он! Мастер на все руки плюс чудо-инструменты! Йоу! Это вам не шутки! Жду аплодисменты! Снова прогуливаем? А мы... Мы как раз в школу собирались! Да, прямо в класс! Стихи сочиняли и заболтались! Угу! Дети? Вы почему не в школе? А зачем им учиться? Они у нас поэты, министрели, барды! Без меня, значит, сочиняете! Что? Мы иногда вместе пишем стихи! Хе-хе-хе! Стихи! Я помню чудное мгновенье, как муха села на варенье! Вообще-то стихи писать непросто! Сами-то можете? Да хоть целую поэму! Вот и отлично! Устроим поединок! Поединок Это соревнования двух соперников В средние века их устраивали рыцари Сидя верхом, они неслись друг на друга Побеждал тот, кто выбивал противника из седла Еще проводили спортивные состязания Например, в кефтовании или борьбе Организуй-то сегодня Но больше всего я люблю словесные поединки Участники по очереди читают стихи И никаких тебе синяков и ушибов Фиксик пофиксил ксаракс и пиксель Как вам? Не очень Эй, посмотри Это же Фиксик сидит внутри Нет, все не то Зачем я согласился на поединок? Может его отменить? И уступить Бася? Ни за что Хм, а если... Что-то главный поэт опаздывает Поэму пишет, небось Уже написал Профессор, а вам идет Ну, а факт Ну, начнем Кто сказал, что Фиксик не поэт? В нашем мире место есть искусству Сочинять стихи не бойтесь, а нет Доверяйтесь внутреннему чувству Давай, дедус! Буря мглою небо кроет Вихри снежные крутя То как зверя она завоет То заплачет, как дитя Эй, это не ваше творчество Зато это настоящие стихи Позвольте, я продолжу То по кровле обветшалой Вдруг соломой зашуршить То как путник запоздалый К нам в окошко застучит Наша ветхая лачушка И печально, и темна Что же ты, моя старушка? Кто старушка? Я старушка! Ну, держитесь, мальчики, ритм Жизнь моя нисколько не старушкина Быть поаккуратней попрошу Что сумели вы, прочесть нам Пушкина? Ну, а я сама стихи пишу Слова великого поэта Что я еще могу прочесть? А вы тут сочинили это Ну, что ж, ваш ход Почту за честь Поэтом может быть любой Ну, скажем даже мы с собой Не бойтесь думать и творить И снег и радость всем дарить Признав сегодня ваш успех Добавлю, важно помнить тех Кто нас учил стихосложению И проявить к ним уважение Вот тут вы безусловно правы Нам классиков забыть нельзя Они заслуживают славы Согласен Да Ура, друзья! Вопрос всего один остался у меня Так кто же победил? Кто стихотворец дня? Ой, подождите Тут подумать нужно Уже все ясно Победила дружба! Ха-ха, класс! Вот это мы оба дали Респект! Я тоже хочу стихи писать! Тогда сначала читай классику Фиксель по пикселу! Фиксель по пикселу! Фу! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры создавал DimaTorzok